Здравствуйте, уважаемые наши читатели, подписчики, зрители, все те, кто следит за нашей работой, за моим каналом и кому не безразлично то, что происходит на фондовом рынке, не только российском, который практически уже умер, ждем, пока он оживет, но и международным, потому что, как мы вчера обсуждали с Евгением Коганом полтора часа на эфире прямом, он выложен в шапке моего канала как закрепленное сообщение, посмотрите, в принципе, там макро взгляд на все, что происходит, что нас ждет, с чем сердце успокоится, несмотря на то, что российский рынок является изолированным, все равно невозможно отдельно взятый рост в маленькой песочнице, когда кругом рушится все на свете, если говорить жестко совсем, когда во всем остальном мире происходит рецессия, а здесь в отдельно взятом царстве и государстве, в котором еще идет война фактически, да, хорошо, военные действия спецоперационные, вот, здесь все прекрасно, все пахнет ландышами и цветет, нет, так не бывает, вот, ну, собственно, давайте к конкретике ближе, мы сейчас находимся по-прежнему, продолжаем находиться в цикле сокращения все более жесткой ликвидности на рынках, ужесточения кредитно-денежной политики, в первую очередь со стороны ФРС США, крупнейшей экономики и крупнейшего финансового игрока в мире, собственно, имитента резервной валюты, да, если кому-то мало еще крупности, и мы находимся в фазе уже не то, что завершения, а полного прекращения, печатания халявных денег, которая длилась там с 2008 года и по практически начало этого, и, собственно, сбора этой ликвидности с рынка, который безборно ФРС раскидал, но этому еще подробно чуть-чуть остановимся, и сейчас пришло время ее собирать. На самом деле мы пришли к тому, что тот момент, к которому мы думали, настанет лет через 10-20, а то и 30, да, когда придется расплачиваться за это печатание денег, он настал уже сейчас, потому что цены взлетели, да, мы, напомню, находились в феврале на 3-х 400 по S&P 500 уровне, и именно с этого момента пошел провал, но затем все долили деньгами, напечатали 8 триллионов долларов, вообще, как известно, было напечатано в 20-м году и в 21-м одна пятая часть всех денег в мире, когда-либо напечатанных за всю историю их печати, да, извините за тавтологию, ну, то есть, вот, если взять, что денег напечатано за всю историю, вот, на момент 21-го года 100 рублей, то 20 рублей было напечатано за последний год, просто так, чтобы было понятно, да, какое количество денег напечатали и влили в экономике, в рынке, куда угодно. Естественно, все задышало, все забулькало, но, естественным следствием этого, этой вакханалии, вот, по-другому никак не могу сказать, стала инфляция, да, во многих странах она двузначная, в Штатах она подбирается к 10, я думаю, что реальная больше 10. В Европе все это наложилось на энергетический кризис, связанный с геополитической ситуацией, и там тоже инфляция близка к 10%, ну, и, соответственно, мы видим, что только с лишь ставкой, да, ФРС с начала года поднимает ставку достаточно резкими темпами по 0,75, собственно, когда это было, да, устраживая рынка, уже, конечно, привыкли к такому резкому подъему, но до сего года это было, ну, мягко говоря, нонсенсом. Вот, и, тем не менее, ставка поднимается, и эти подъемы, даже эти подъемы не работают, не помогают, как говорит, штампами обуздать инфляцию, потому что инфляция, она носит не только монетарный, но и системный характер, это удорожание фактически и энергоносителей, это повышение заработной платы, это системная проблема с сокращением количества трудоспособных людей в силу того, что они задауншифтили в 2020-2021 году и не вернулись на рынок труда, но это отдельная тема. Все это говорит о том, что лишь одной монетарной составляющей в борьбе с инфляцией мало. Нужны еще две очень важные составляющие. Вот я вчера об эту тему говорил, постоянно об эту тему говорю. Первое, это попытка возврата долгов от тех, кто должен тебе, переводя на язык финансов, это предъявление облигаций, которые были выкуплены с какими-то жуткими рейтингами, там, В-минус, там, и так далее. Ну, как я, вот моя любимая шутка, у ларька по чистке обуви на Манхэттене тоже скупили его корпоративные облигации, чтобы он, не дай бог, не разорился. Вот теперь пришло время предъявить их обратно, что, ребята, собственно, да, верните, пожалуйста, деньги, мы вам ваши бумажки. Это прямой отъем, выемка денег из системы, это прямое сжатие ликвидности. И, как мы помним, ФРС собирался сокращать свой баланс, на котором хранятся эти обязательства, по 45 миллиардов в месяц, начиная с лета, с сентября по 95 миллиардов. Ну, собственно, вот началось, наверное, это сжатие, потому что тянуть уже больше некуда. Сейчас расскажу, что стоит с другой стороны. И первый шаг, да, это возврат долгов от тех, кто должен тебе. И третий момент, ну, очень простой, да, надо ужиматься в расходах, надо меньше тратить. Вот, ну, что здесь? Наверное, проще всего сокращать социальные программы, да, медстраховки, медицина, образование, еще что-то. Войну же не будет никто сокращать, военные расходы бюджета. Но, есть одно но, да, вот то самое, которое крышечка сверху всем этим действиям, выборы у штатов в Конгресс и Сенат. В ноябре месяце на фоне того, что происходит, Трамп опять собирает полный стадион и поклонников. Все уже хулят Байдена, уже там перестали Путина хулить, хулят Байдена в том, что он виноват инфляцией. Ну, кто последний, да, тот и отец. Вот, как говорится, извините. Кто последний президент, тот и отвечает за всю безумную политику предыдущих лет. Это, тем не менее, два года вот этой печати, это раздача обещаний предвыборных, да, там триллион с лишним было напечатано только весной и розы. Ну, кто-то скажет, что все пошло в инфраструктуру, ну, хорошо, да, но, тем не менее, инфляция продолжает расти. Таким образом, вот если эти три составляющие будут выдержаны, да, первое – это повышение ставки, второе – это предъявление бумаг к выкупу, да, возврат денег в казну, что называется, и третье – это сокращение расходов. То, возможно, инфляцию удастся победить, удастся ее снизить до приемных, там, ну, там, четырех с половиной, еще лучше, конечно, четырех процентов, куда можно и подтянуть ставку, да, вот, тогда этот процесс будет иметь не только, не будет только быть процессом, но и будет иметь результат, да, в снижении инфляции. Пока что, как показал вторник, собственно, не очень получается на одной ставке. Инфляция продолжила расти относительно и ожиданий, относительно предыдущих периодов, то есть она снизилась от пика, но, тем не менее, вот за август вырос, что, собственно, стало поводом того, что произошло на рынках. Давайте сейчас детально посмотрим, а что, собственно, произошло. Значит, ну, начнем с индекса, да. Индекс, вот я неоднократно говорил, давайте всключим дневные графики, его тянули, 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 да, вытянули на 4,300 в середине августа, да. Я думаю, что умные фонды там окэшились, там дни, три дня несколько было распродаж, там маленький отскок, и поехали на 3,900, да, пошла серьезная распродажа. Потом опять, значит, вытянули, вытянули на 4,100, потом опять пошел отскок, там, видно, это было связано с ожиданием подъема ставки в еврозоне, вернее, ее подняли, да, там, ну, вроде как, ура-ура, веселье в еврозоне, пока еще цифры положительные по экономике, тьфу-тьфу, сейчас вернемся дальше. Вытянули на 4,150, но не удержались, и вот, собственно, во вторник был выход данных по инфляции в США, где всем все стало понятно, вот то, что я рассказываю на полгода на этом канале, что одной ставкой инфляцию не победить, ну, и, собственно, мы наблюдаем падение от 4,100 индекса S&P 500 до 3,882, то есть достаточно спокойно пробил уровень 3,900, посмотрим, как сегодня закроется пятница, потому что сегодня так называемый трипл-дэй, когда закрываются одновременно квартальные, месячные опционы в акциях, в облигациях и во фьючерсах, вот, возможно, волатильность, когда откроется сессия в Штатах днем, ну, посмотрим на цифры, пока что рынок упал вот от локальных даже хаев, я не говорю, 4,800 на почти на 10%, там, на 8, на 9. Мой прогноз остается неизменным, эта цифра уже звучала, 3,400, эта цифра на конец года, это тот уровень, на который мы вышли в феврале, рынки вышли в феврале 2020-го, из которого началась просадка в ковид и, собственно, затем залив там деньгами и вот этот безудержный рост, который мы все наблюдали, вот, до уровня 4,800. И дальше в декабре, ну, и далее, там, в 2023 году это широкий флэт, там, от 2,600 до 4,000, в зависимости от того, каким образом Фед поведет себя дальше. Федрезерв, вот мы вчера же не спорили, мое мнение, что раньше лета 2023-го даже не говорить не будут о том, что ставку могут снижать, да, потому что слишком страшна инфляция, слишком страшны, страшен рост цен, я думаю, что так называемые казуистические слова, рецессия роста, они вполне отражают настроение всех членов ФРС и всего, собственно, всей верхушки правящей в Штатах, что мы готовы пожертвовать ростом, тем более он, ну, практически ничем не обоснован, да, только деньгами, да, ну, потому что возьмите корпорации, возьмите их прибыль, ну, за редким исключением, в среднем, она не выросла в полтора раза по сравнению с 2020-м годом, не выросла, я имею в виду февралем 2020-го, до ковидного, а рынки выросли, соответственно, ничего удивительного в том, что они сократятся до 3-400, на самом деле, вот если брать там тот же самый теханализ, да, коррекции нормальные, просто вы все привыкли, вы живете 12 лет в эпоху печатания денег, да, когда рынки упали, ну, к вечеру отрастет, ой, что это не отросло, ну, завтра утром отрастет, так и бывает всегда, да, там, ну, пару дней хорошо, там, ужас-ужас, 3 дня это уже все кошмарно, потом все отрастает и идет вверх. А давайте вспомним реалии фондового рынка, 50-процентная коррекция – это совершенно нормальная, это неприятно, это больно, но это не катастрофа. Если вы помните, то уровень коррекции последний, фибоначчи, да, там 68, по-моему, или 63, вот, то есть это тоже считается коррекцией к движению, да, к росту и падению. Поэтому уровень 50 – это совершенно нормальная коррекция, тем более на стероидах, что называется, да, на внешних едиках. Того 4-800 делим пополам, получаем 2-400. Вот, в принципе, точка, до которой не следует говорить о том, что тренд сломан, да, идет здоровая нормальная коррекция к росту, который вызван накачкой денег в систему. Собственно, валюты традиционно, ну, валюты себя ведут подобающе, да, тут здесь ничего не скажешь, давайте возьмем тоже, наверное, дневной график, все примерно то же самое. Евро дали зашортить, кто хотел, я говорил, эти уровни зоны 1-0-2, вот, и дальше там попытка второй свечи туда, и, собственно, мощнейший откат вниз. Сейчас вот Евро пытается бороться, ну, по крайней мере, сегодня утром пыталась совсем бороться за уровень паритета за единичку, но не удержалась, естественно, потому что вышли сейчас, коснусь этого новости по экономике Англии, и скатилась на полфигуры 0,9964, но идет борьба пока в 99-й фигуре. Уровни, которые ждут евро, это, ну, в первую очередь, там 94, наверное, ну, такой локальный уровень 96, и дальше у нас там 87-85. Там ниже уже просто непроторгованная пропасть, в которую заглядывать не хочется, но я думаю, что вот до 94-х это вполне себе рабочий диапазон. Не думаю, что мы его увидим прямо на заседании ФРС, но 96 можем вполне увидеть после заседания ФРС, и, может быть, начнутся, когда отсчеты в начале октября за третий квартал участников индекса S&P 500, вот тогда возможно движение евро вниз относительно доллара, если опять выйдут отчеты плохие, и все начнут резко уходить в кэш, да, рисков так называемый. Давайте посмотрим на фунт. Фунт, дневной график, то же самое примерно, да, там три дня через откат небольшой, в среду падения жесткого, сегодня был на просто вот пролете таком жестком обновлен за утро минимум исторический в 1.14 с копейками, который был, я говорил уже неоднократно, в 16-м году это был прокол трейдеров, ну, потом почти туда цена сходила в фунте, да, когда это падало все после выхода после Брекзита, с 1.50, там было падение там медленное-медленное, да, 1.22, 1.23, потом вдруг вот за ночь шипануло, вернулось потом на 18, на 1.19, но неважно, и опять же к этому уровню 1.14.50 там с чем-то приходили во время ковида в марте, когда было страшно-страшно. Вот сегодня, да, сегодня, вчера уровень цена к этому пришла, и сегодня буквально там за несколько часовых свечей пробили не то, что там 14 с копейками, пробили 1.14 и даже ниже 1.13.50, но вот сейчас идет там на полдвенадцатого дня в Москве идет борьба за отскок, ну, попытка вернуться хотя бы к 1.14, да, я думаю, что вернется, посмотрим, что будет происходить с фунтом, ну, в фунте повышают ставку, да, здесь еще сыграло свою роль то, что в связи с трауром по королеве отменили заседание ЦБ английского, в четверг перенесли его на неделю, через четверг, ну, я думаю, что вот на этом повышении, хотя до этого за день 21-го будет ФЕД, да, такая очень интересная игра, я думаю, что прольется, ну, вот, я думаю, что вокруг 1.14 теперь будет хождение фунта по мукам, как говорится, иена ведет себя поинтереснее, да, она ослабла там до, почти до 145 иен за доллар, если смотреть дневный график, но потом вернулась, резко вернулась, значит, вернулась она в среду на укреплении, и 2 дня находятся чуть выше уровня 40, чуть ниже по, ну, относительно доллара, 143 иен за доллар, вот, я могу сказать так, что если делать прогнозы по иене, надо смотреть, вот сейчас нет такой ясности, то ли это там проторговка идет нового уровня, от него иена отразится, будет укрепляться, но пока что ЦБ Японии ничего не делает, вербально заявляет, но на словесные интервенции никто уже не реагирует, поэтому я думаю, что, ну, скажем так, вот, если прямо здесь и сейчас, я бы поставил бы на усиление иена до 141, но это вот игра, да, чистой воды, посмотрим, как закроется сегодня день, закроется вниз, да, там, хотя бы на ниже, там, 143 иен, можно смело играть в шорт до 141,5. Что там у нас следующее? А, следующий у нас любимый, ой, продукт под названием золото. Ну, вот вчера мы тоже с Женей спорили, даже активно спорили по поводу того, чем является золото, он говорил, ну, а куда? Я говорю, а почему в золото? Ну, почему, да, что с ним делать? Какая у него такая ценность? И я думаю, что то, что происходит с ценой на золото, явно показывает то, что бумажное золото превратилось просто в обычную бумажку, которая зависит от ликвидности, ну, как биткоин, да, вот, есть ликвидность, золото растет, нет ликвидности, золото падает. Я бы вот просто кощунством считаю употреблять слово «защитный актив» в контексте золота, потому что включите дневной график, да, и вам все станет понятно, включите месячный график, да. Я вам скажу так, что золото падает апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Шесть месяцев подряд. Шесть месяцев подряд падает золото на фоне геополитической ситуации, ухода рисков, роста цен на нет, на все. Золото падает по понятной причине. Это никому не нужный спекулятивный бумажный актив. Гораздо больше можно заработать на спекуляциях в валютах и в индексе. Золото ведет себя достаточно непредсказуемо, потому что периодически кто-то вспоминает, что это защитный актив. Ну, наверное, вебинары проходят на телеграм-каналах, да, в Штатах. И там, значит, народ, весь тот, кто не пошел на работу, да, делать-то нечего, денег полно. А ну-ка мы давай-ка золотые тефь прикупим. Ну, вот, наверное, они покупают, да, золото из последних сил растет на полпроцента, потом опять падает вниз. Ну, я обещал там не делать каких-то разгромных постов ниже 1600, ну, давайте дождемся, недолго, собственно, осталось. Что хочу сказать. Уровень, хороший уровень 1350. То я считаю, что это много, ну, пусть будет 1350 технически, да, это вот зона проторговки. Я думаю, что до нее мы дойдем в следующем году. В этом году, вот, мой прогноз на конец года – это 1450, если ФРС вдруг не рискнется больше понижать ставки. Ну, надеюсь, что ума хватит. Нефть. Нефть, ну, нефть держит зону 90-115, да, широкую, если брать поуже, там, дневные графики посмотреть, пытается выйти на уровень 95+. Вот, пока что не очень получается. Посмотрим, характерным будет сегодняшний день, опять же, закрытие. Если закроется выше, там, хотя бы 91-92, есть шанс на рост технически, да, до, там, сотни той же самой. Геополитически, с одной стороны, у нас сокращение запасов у всех, да, и вся. ОПЕК не хочет сокращать добычу. С другой стороны, у нас падение потребления в связи с рецессией, да. Но, тем не менее, если нефть нужна, начинается отопительный сезон. Я думаю, что все-таки поближе к 100 мы будем. Если в конце года действительно перестанут говорить рецессия роста, ну, вернее, не то, что перестанут говорить, а реально она перестанет быть рецессией роста, а действительно это отразится на прибылях и убытках компаний в отчетах за третий квартал, то тогда возможны и коррекции нефти. Ну, вот еще раз говорю, вот я из диапазона 80-100 далеко не смотрел, если кто-то играет или ставит в ту или иную сторону. Российский рынок. Ну, если честно, российский рынок я не буду обсуждать, да, потому что то, что там происходит, это вещь в себе. Ну, то есть играют люди, играют во вторые эшелоны, играют там в «Газпром» с дивидендами, играют еще во что-то. Ну, пусть играют, да. Вот я считаю, что российского рынка нет. Вот август показал, что его нет с точки зрения пары доллар-рубль. Вот сейчас его нет с точки зрения индекса тоже, да. Вот эти вот хаотичные движения туда-сюда, ну, наверное, они не очень кому-то интересны. Есть только недержательный бумаг. То же самое касается рубля, да. Это курс, который вот фактически обусловлен там внешними обстоятельствами, отсутствием импортеров, отсутствием покупателей, и все попытки пока тщетные. Я думаю, что ЦБ вытащить курс на уровне, там, нужный для бюджета с точки зрения его пополнения, там, хотя бы 70, а лучше 75. Но нет, никто курс вот раз-два делать не будет, потому что, еще раз повторюсь, вот мы вчера это тоже проговаривали, мы торгуем с рыночным миром, да, который по ВВП превосходит там все эти англосаксонные страны раза в два, наверное. Это Китай, Индия, Индонезия, да, тот же самый Вьетнам, африканские страны, Южная Америка. И там вот на это раз-два тут же скажут, ребята, до свидания. Да, вот с такими играми, в такие игры мы не играем. Где курс устанавливается там мгновением жезла, или там подписью вице-премьера, ну, вот это смешно, если честно. Поэтому я думаю, что рыночная концепция российской экономики будет существовать до тех пор, пока будут оставаться в управлении финансовой политикой умные люди. Повторял, повторяю и буду повторять, что нам очень повезло, что такие умные люди, как, например, Набиуллин, находятся во главе нашего регулятора и центра банка. И это признают даже те, кто ее, там, условно говоря, не только ее соратников, да, ее не любят, мягко говоря. Да, тот же Гуриев, тот же, ну, другие экономисты известные, все признают, что то, как ведет себя центра банк, и те действия, которые делают, это as good as it gets. То есть это лучшее, что можно сделать в данной ситуации. Вот. Ждем возвращения ликвидности на рынок, ждем, пока он задышит. Объемы резко упали, то есть объемы сейчас, вернулись на объемы начала апреля, да, они росли, там, выросли до спецоперационным в июле, да. К сожалению, вот август просто убил все, убил всю торговлю фьючерсом, потому что это вот, ну, пришел, то есть нет такого плавного движения. Пришел кто-то, да, поменял крупную сумму, там, 50-100 миллионов набрал в стакане, не набрал, там, завтра поменял, все, ушел. Вот. Рынок не подвержен никаким, там, корреляциям, что, собственно, смешно, да, но я повторял это, да, там падает нефть, несколько часов падают индексы и растет доллар относительно евро и фунта. У нас в России растет рубль относительно доллара, причем растет, там, несколькими часовыми свечами, что это значит? Это значит, что он идет рынок вверх, то есть все там спекулянты, алгоритмисты, да просто частники покупают, видя, что происходит в мире, покупают доллар, но тут приходит какой-нибудь Газпром или еще какой-нибудь экспортер, и там миллионов 100 ему надо обменять, и он их меняет об эти растущие свечи, соответственно, вместо вот этого пипсового роста получается там одна черная свеча вниз. Ну, это я говорю для профессионалов, извините, те, кто не понимает, но там захотите, можно погуглить, что это такое, там, получится и так далее. В принципе, наверное, все, что я хотел сказать. Ближайшее у нас событие – это 21 сентября, это решение ФРС поставки. Я думаю, что оно ведет рынки еще ниже, а доллар будет крепче. Ну, посмотрим, может быть, сыграть рынок и наоборот, но глобально ключевые два таких события – это отчеты за третий квартал в начале октября, и это выборы в Сенат и в Конгресс США в ноябре. Даты сейчас не помню, но если редакторы напишут, если не напишут, посмотрю, во вторник поговорим, до них еще далеко, но, собственно, нам с вами от этого, что называется, только вторичные волны докатятся. Ну, те, кто спекулирует на международных рынках, тем, кому, конечно, это важно. В принципе, все. Хороших выходных. До свидания. Спасибо за то, что нас читаете, слушаете и смотрит.